Во время дебатов Меркель и Шульца умер телеоператор. Причина смерти – скука. Такими шутливыми сообщениями немецкие газеты отреагировали на единственную теледуэль кандидатов на пост канцлера. У Меркель и Шульца во время поединка была одна цель – склонить на свою сторону тех, кто до сих пор не определился, за кого голосовать. Таких людей, по подсчетам социологов, около 7 миллионов человек. И это рекордно высокое число нерешившихся. Среди зрителей теледебатов была моя коллега Елена Астанина. Она расскажет, было ли в эфире хоть что-то интересное. Лидер СДПГ Мартин Шульц уверенно победил на теледуэли. Такое хвалебное сообщение почти за сутки до самих теледебатов появилось в поисковике Google в секции оплаченных рекламных сообщений. Ошибку заметили пользователи и руководство СДПГ тут же в Твиттере обвинило в неорганизацию подрядчика, не комментируя при этом, что партия похоже действительно платила за продвижение этой новости в интернете. В реальности дебаты прошли совсем не так, как им пророчили заказные новости от СДПГ. Первая тема про так называемый миграционный кризис стала по сути основным лейтмотивом дебатов. И началась она с нападения Шульца на Меркель, мол нынешняя канцлер попросту подставила соседей по ЕС, разрешив беженцам иммигрантам приехать в Германию. Госпожа Меркель сказала, что готова повторить все то, что сделала в 2015 году. И я не могу этого понять. Тогда были сделаны ошибки. Мы просто поставили своих европейских партнеров перед свершившимся фактом. Это привело к тому, что сегодня премьер-министр Венгрии Орбан и премьер-министр Польши Качинский снимают с себя ответственность. Господин Шульц знает, разумеется, что премьер-министр Венгрии Орбан тогда приказал отбирать билеты у беженцев. Отказывался принимать поезда назад. Венгрия вела себя совершенно не солидарно. Всего за неделю ситуация развилась до того, что мне позвонил канцлер Австрии и сказал, люди идут через границу пешком. В жизни каждого человека и канцлера есть моменты, когда надо принимать решения. Из полутора часов теледебата в две трети времени, то есть час, оба кандидата спорили не о ситуации внутри Германии, а о том, как решать нынешние внешнеполитические вызовы. Что, к примеру, делать с Турцией? Шульц предлагает прекратить переговоры о ее вступлении в ЕС, а Меркель вообще не верит в то, что это возможно. А как прекратить радикализацию людей в немецких мечетях? Меркель не против их закрытия, Шульц тоже. Все это время зрители теледуэли возмущенно задавались одним и тем же вопросом. Неужели их вообще не интересует, что происходит в самой Германии? Но речь о внутренней политике зашла только тогда, когда, похоже, самим ведущим надоели внешнеполитические темы. Мы сформулировали вопросы так, чтобы вы ответили на них, да или нет, чтобы было понятно, где ваши точки зрения похожи, а где различны. Первый вопрос вам, господин Шульц. Брак – это всегда союз мужчины и женщины? Да или нет? Нет. Госпожа Меркель? Он сейчас открыт и для однополых пар. Но для вас лично? В Конституции он описан так, что мне кажется, он только для мужчины и женщины. Но решение, которое мы приняли в Бундестаге, это примирительное решение. Прямых ответов на вопросы, как и открытого противостояния между кандидатами, это же все-таки дуэль, зрители так и не дождались. Хотя Меркель и Шульц формально противники, они сошлись по большинству вопросов, особенно в отношении внутренней политики. Так что, возможно, в немецком Бундестаге будет по-прежнему править большая коалиция, совместное правительство, ХДС и СДПГ. Но сами телевизионные дебаты все же закончились победой Меркель – 55% поддержки. И для нее традиционные участницы предвыборных теледебатов – это первая победа со столь значительным результатом. Елена Астаньна, РТФАУДЕ.